Добрый день, уважаемые подписчики канала Сосновская фабрика мебели. Меня зовут Константин, я занимаюсь изготовлением мебели с 2006 года. Сейчас работаю менеджером-дизайнером. До этого 5 лет я трудился на производстве, поэтому знаю весь технологический процесс изготовления мебели. От ее раскроя до изготовления конечного продукта. В данном видеоролике я хочу поднять такой вопрос. На какие моменты стоит обратить внимание при заказе кухонной мебели? Для примера я хочу взять кухонный гарнитур, выполненный на нашем производстве в Сосновском, который находится на заднем плане от меня. Немного расскажу о комплектации кухонного гарнитур. Фасадная часть кухни выполнена из глянцевых панелей производства Турции. Внутренняя часть кухонного гарнитура, то есть корпус, сделана из ДСП фирмы Eger. Соколь алюминий, столешница кухонного гарнитуры, акриловый камень, макстон. Стеновая панель или так называемый фартук. Стекло. Закаленное стекло вставлено в специальные алюминиевые кассеты. Про эти кассеты я расскажу чуть позже, для чего они нужны. Мойка-смеситель Россия Эвенштайн. Фурнитура, наполнение кухни, выдвижные механизмы, подъемные механизмы, петли, лицевая фурнитура и многое другое, сделано различными европейскими производителями, в том числе и китайскими. Итак, при заказе кухни в первую очередь я обратил внимание на корпус, из которого сделана данная кухня. Корпус это внутренняя часть или так называемый каркас кухни, на который крепятся фасады, в которые устанавливается встроенная техника, в которые устанавливается фурнитура, петли, подъемные механизмы, выдвижные механизмы и многое-многое другое. Так как же нам определить, насколько качественен тот или иной корпус кухонного гарнитуры? Все элементарно. Нужно просто спросить документ, так называемый сертификат на ЛДСП, из которого делается данная кухня. В этом сертификате нас интересует единственный показатель, это Е1 или Е2. Это показатель содержания формальдегидов в 100 грамм ЛДСП, то есть так называемый показатель экологичности. Если он соответствует нормам, то есть он Е2, Е1 используется в обычном предоставлении детской мебели, то все в норме. Итак, мы с вами убедились, что наш корпус соответствует всем нормам экологической безопасности. Теперь давайте посмотрим, насколько качественно этот корпус обработан. Заглядывая внутрь шкафов, смотрим на торец изделия. Во-первых, не должно быть сколов при распиле. Во-вторых, эти сколы не должны быть замазаны. В-третьих, кромка, которая защищает торец, должна быть очень качественно приклеена и обработана. Большинство станков, которые используются при производстве мебели, ручных и многих других, не позволяют достичь высокого качества. Единственное оборудование, которое может это сделать, это автоматическая кромкообрисовочная линия. В силу того, что кромка при приклейке на этом станке проходит многоступенчатый процесс. Начиная от приклейки, прифуговки, фрезеровки, торцовки и заканчивая пателем. Пассат – это лицевая часть кухонной гарнитуры. На нашей кухне использованы глянцевые панели турецкого производства, как я говорил уже ранее. Технология производства этих глянцевых панелей следующая. Берется плита МДФ, покрывается пленкой и под воздействием инфракрасного излучения наносится несколько слоев лака. Эти слои лака позволяют приобрести в панели высокую степень глянца, более 90 единиц. Такая степень глянца выше, чем у многих известных пластиков. В дальнейшем эту панель, чтобы применить для изготовления кухни, обрабатываем в два этапа. Первый этап – это расстрой плиты. Второй этап – это облицовывание торцов кромкой ПВХ. Кромка используется здесь толщиной 1 мм. Очень важным моментом является облицовка кромки, потому что это дает в дальнейшем надежность и эстетичность этого фасада. Фартук или стеновая панель кухни. На нашей кухне установлен фартук из стекла с фотопечатью. В чем особенность? Особенность заключается в том, что этот фартук мы установили в специальные алюминиевые кассеты. Для чего они нужны? Во многих квартирах очень неровные стены. Поэтому если стекло закрепить просто на стену, то оно может при эксплуатации треснуть. Для этого есть специальные алюминиевые кассеты, в которые крепко вставляется это стекло, а кассеты непосредственно устанавливаются к стене на дюбеля. Это позволяет, во-первых, избежать изгибов стекла и излишнего давления на него. Во-вторых, это позволяет нам не использовать внизу пристеночный бортик, потому что кассета идеально подходит к столешнице и, соответственно, мусор, никакая грязь туда не попадает. И третий момент является то, что в этот фартук, на задний фон, возможно изготовление подсветки. То есть там есть специальный кабель-канал в этой кассете, туда можно установить светодиодную ленту. Если, допустим, вы используете картинку в качестве ночного города подсвеченными фонарями, то это будет идеально. В нашей кухне установлены столешницы из окрелого камня. Это монолитная столешница промышленного производства, которая состоит из минерального наполнителя, цветовых компонентов и смолы. Особенностью этой столешницы является то, что она имеет высокую экологичность, прочность и легкость. При заказе столешницы нужно обратить внимание на производители камня, из которого будет сделана данная столешница. Внутреннее наполнение и толщина слабого камня. В нашей столешнице внутреннее наполнение минеральный наполнитель. Фурнитура – это вспомогательные части деталей, которые используются для изготовления мебели. В них входят ручки, петли, выдвижные механизмы, подъемные механизмы и многое другое. Давайте начнем с выдвижных механизмов. На нашей кухне установлены выдвижные механизмы Tandem Box. Tandem Box – это наиболее сложный и дорогостоящий сегмент в линейке направляющих для выдвижных ящиков. Из чего он состоит? Он состоит из двух металлических боковин царк, дна и задней стенки из LDS. В чем особенность этих направляющих? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также можно посмотреть документ на данную корзину. Там, в принципе, эти параметры должны быть указаны. Итак, подведем итог вышесказанного. На что бы я обратил внимание при заказе кухни? Первое. Корпус кухонного гарнитура. Смотрим документ. Сертификат либо свидетельство. В нем указаны все технические характеристики данного LDS по экологичности. И толщина, содержание фабридегина. Потом обработка. Смотрим зону спила и кромку. Толщину кромки и насколько качественно она приклеена. Фасад, лицевая часть. Также смотрим документ, сертификат. Смотрим зону спила и кромку. Толщину и качество приклейки. Переходим к столешнице. Столешница. Смотрим камень, производитель камня. Смотрим толщину и внутреннее наполнение. Это может быть минеральный наполнитель, как у нас. Собовый поликарбонат. Либо DSP, MDF или какой-то другой материал. Стык столешницы. Это может быть просто состыковка обычная. Либо зеркальная фрезеровка или еврозапив. Фартука. Смотрим материал фартука. У нас стекло. Может быть MDF, пластик, LDSP. И крепление этого фартука к стене непосредственно. Это может быть крепление в столешницу. Может быть в стену. Либо как у нас алюминиевые кассеты. То есть вставим в алюминиевые кассеты. Фурнитура. Мойка, петли, ручки. Смотрим по своим предпочтениям. Я бы отдал предпочтение европейским производителям. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и пишите в комментариях свои вопросы. Я обязательно отвечу. Всем спасибо за внимание.